Этот продавец торгового центра явно немного растерялся, когда представители народного контроля попросили его блеснуть знаниями и показать, как он воспользуется огнетушителем в случае ЧП. Вот здесь произошло сгорание. Твои действия. Огнетушитель в руках. Выдерживаем чеку. Переворачиваем. На рычаг нажимаем, можно не переворачивать. Работу с персоналом активизировать – это главный совет, который дали проверяющие руководству крупного ежевского торгового центра. Уже сейчас здесь даже днем аншлаги предновогодняя суета. За день проходят до 20 тысяч покупателей. За безопасностью, как выяснилось, тут следят строго. В каждом отделе огнетушителя в здании и по периметру установлено около 7 тысяч датчиков дыма. Через каждые несколько метров расположены спринтлеры. Через них идет подача воды в случае пожара. В новогодние праздники у нас постоянно организовывается дежурство круглосуточное. И уже выходят на такие праздники инженерно-технические работники, которые занимаются всеми этими вопросами. Я думаю, мы пройдем новогодние праздники и все остальные праздники без особых проблем. После неоднократных проверок прокуратуры и МЧС в ижевских торговых центрах сейчас почти не к чему придраться. Это и отметили представители народного контроля. Сегодняшний рейд по двум крупным торговым точкам не выявил грубых нарушений. Но чтобы и в дальнейшем с этим все было окей, большая надежда на активность и сознательность самих покупателей. Их просят сообщать о любых увиденных в ходе шоппинга недочетах. То есть ты увидел, что тут неисправно или закрыт, например, тот же аварийный выход, или не светятся таблички. Но у нас сегодня ничего только нет. У нас есть и прямая линия МЧС, у нас есть прямая линия МВД. Пожалуйста, набрал номер телефона. Есть 112 линии. Там всегда сидит дежурный. Позвонил, сказал, вот я в таком торговом центре, вот здесь не горит на таком-то выходе табличка на время. До Нового года рейды народного контроля пройдут еще в десятки крупных торговых центров Удмуртия. Дмитрий Вороновнин, Василий Хагряков, телеканал «Моя Удмуртия».